Всем здарова! С вами передача по кашеварям. Сегодня я вам хочу показать одно из самых любимых моих блюд, а именно котлетки Cordon Bleu. А в качестве бонуса я покажу вам, как сделать вкусный сливочно-чесночный соус к этим котлеткам. Рецепт достаточно незамысловатый, поэтому мы с ним справимся. Значит, для приготовления Cordon Bleu нам потребуется 4 куриные филешечки, по 150 грамм сыра, лучше всего взять сыр и менталь, у меня здесь какой-то другой сыр, но это не важно, и 150 грамм ветчины. Нам нужен еще сок одного лимона. Для панировки нам потребуются панировочные сухарики примерно стакан, приправа карри 1 чайная ложка, немножечко растопленного сливочного маслица, совсем немного тертого пармезана, примерно где-то столовая ложечка, 1 зубчик чеснока. Это нам нужно для панировки. Теперь соус, а для соуса нам потребуется, значит, вот что. Ну, так как он сливочный, значит, нам нужны сливки, жирность 20%. Так как он сливочно-чесночный, нам нужен еще чеснок, а чесночка мы возьмем зубчиков 6. Небольшая хапочка укропа, где-то половину стандартного пучка. И растительное масло. Вот и все, можно начать готовить. Каждое филе разрезаем вдоль на две части. Накрываем филешки пищевой пленкой и отбиваем где-то до толщины, ну, сантиметра, наверное. Все отбитые филе поливаем соком одного лимона и убираем в холодильник на полчасика. Достаем куриное филе из холодильника, солим и перчим с двух сторон. Кладем по ломтику сыра и кусочку ветчины. Заворачиваем. Закрепляем шпажкой или зубочисткой. Теперь панировка. Один зубчик чеснока очищаем и раздавливаем. Смешиваем чеснок и растопленное сливочное масло. В отдельной миске смешиваем панировочные сухари, сыр пармезан и чайную ложку карри. Обмакиваем каждую котлету в подготовленном сливочном масле. Обваливаем в панировочных сухарях и выкладываем швом вниз на какой-нибудь смазанный маслом противень. Выпекаем 25-30 минут в разогретой до 190 градусов духовке. А теперь обещанный соус. Чеснок надо очистить, нарезать маленькими кубиками и обжарить в какой-нибудь кастрюльке с разогретым растительным маслом. Обжаривать надо 3-4 минуты. Добавляем сливки и варим 8-10 минут на небольшом огне. Варим постоянно, помешивая до загустения соуса. Промываем укроп и мелко его нарезаем. Снимаем с огня соус, процеживаем его через маленькое сито. Добавляем укроп и перемешиваем. И подаем его к нашим котлеткам. С вами была передача по кашеварям. Всем пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!